Субтитры создавал DimaTorzok Последнему пророку и посланнику Мухаммаду и всем тем, кто последовали за ним до Судного дня, о те, которые уверовали. Бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет огромным и великим преуспеянием, о те, которые уверовали. Сегодня благословенный день. Сегодня пятница. И хвала Аллаху субханаху ва та'аля, эта пятница совпала с праздничными днями. Пятница – величайший день в неделе. Это день, который является одним из значимых дней для всей мусульманской уммы. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, в хадисах упомянул множество событий, связанными с пятницей, которые происходили и которые произойдут. И посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сообщил о том, что судный день наступит в пятницу. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, перед этим днем дал много знаков, либо же знамений, которые указывают человеку на то, что этот день близок и он приближается. Эти знамения делятся на два вида. Это великие знамения, большие знамения и малые знамения. Малые знамения и большие знамения. У них нет явных и четких дат, сроков. И нет даже порой последовательности. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, оставил это без знаний для нас. Но сообщил о том, что они придут. И всякий раз, когда эти дни постигают верующего и наступают, и он видит их. Когда эти дни наступают, и верующий видит эти дни, ему должно служить напоминание. Напоминание о том, что этот день близок. Одним из признаков, больших признаков судного дня, это появление даджаля, приход Иса, алейхиссалям, на землю. Это появление дыма, это появление большого животного. Это огонь, который охватит. Это, когда солнце взойдет с запада. Этих признаков много. И этим всем признакам предшествует один признак. Это появление некого человека, которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, назвал Махди. От слова хидая, от слова, показывающий прямой путь, и от слова того, который ведет по прямому пути. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, упомянул положение верующих, в котором они будут находиться, когда он появится. В хадисе, который передает Абдуллах и Масауд, посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал, если даже до судного дня останется один день, то Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, непременно продлит этот день для того, чтобы появился человек. Он будет от меня. Он будет из моей семьи. Его имя будет похоже на мое имя. Имя его отца будет похоже на мое имя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, упомянул то, что придет человек. И он обязательно придет. Не настанет судный день, пока этот человек не появится. Его отличительная черта заключается в том, что он из рода посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, а именно из рода Фатимы, саллаллаху алейхиссалям. От сына Хасана, саллаллаху алейхиссалям. Он будет похож внешностью, чем-то, на посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Его будут звать так же, как Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Либо Мухаммад, либо Ахмад. Его отца будут звать, как звали отца посланника Аллах, саллаллаху алейхиссалям. И он будет Мухаммад ибн Абдулла, либо же Ахмад ибн Абдулла. Посланник Аллаха в другом хадисе говорит, «Я обрадую вас приходом Махди». Он будет послан к людям, когда они будут находиться в разногласии и когда будет хаос. Он наполнит землю справедливостью и честностью. В то время, когда земля будет наполнена мраком и несправедливостью. Им, этим человеком, Махди, будут довольны те, кто на небесах и те, кто на земле. И он будет распоряжать справедливость. Он будет справедлив, и справедливость постигнет каждого. В других хадисах посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи асалям, говорит, «Аллах даст барака». Люди будут жить в достатке. Он будет править семь лет. Он своей справедливостью восстановит утраченное людьми справедливость Аллаха, субханаху ата'аля, на земле. Когда люди впадут в невежество, когда люди впадут в споры и разногласия, когда людей охватит невежество религии. А когда религия охватывается невежеством, то появляется множество нововведений. И основной принцип ислама – это Единобожие, когда утрачивается, теряется религия. И он придет тот, который восстановит это. Кто же этот человек на самом деле? Каково отношение мусульман должно быть к этой личности, к этому человеку? И что мы должны сегодня делать? Во-первых, вера в то, что он придет – это обязанность каждого мусульманина. Это из вопросов акиды, убеждения. Ведь о нем посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сообщал во множестве хадисов. И хадисы достигают уровня таватура, уровня мутаватира в смысловом контексте. Сомнение о приходе этого человека является величайшим заблуждением. Более того, приведет человека, может привести человека к куфру, к неверию. Каково наше отношение должно быть к этому человеку, к Махди? Отношение как к обычному мусульманину, справедливому и праведнику. И не более этого. Он не является посланником Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, либо же не будет являться. Он не придется определенной какой-либо миссии. Он обычный, праведный человек. Отношение к нему мусульман должно быть как к обычному мусульманину, праведнику. Не дозволяется возвеличивать его выше степени обычного человека. Нельзя его ставить наравне с посланником Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. А более того, даже не возвышать выше посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. Он не достигает уровня божественности, когда люди возвеличивают его вплоть до того, что поклоняются. Либо же будут поклоняться ему. Как мы упомянули, его приход обязательно будет. Это сунна Аллаха, субханаху ата'аля, на земле закон Аллаха, который он обязательно притворит жизнь. И мусульманам не следует чрезмерствовать в вопросах Махди. Люди порой оставляют в сегодняшний день или совершение благих деяний, исправление то, что является испорченным, либо же исправление людей, донесение до них истины, оставляют сегодня и говорят на завтра, когда придет Махди. И множество мусульман, и даже не мусульман, чрезмерствуют в вопросах Махди. Люди, чрезмерствуя в этом вопросе, некоторые впали в то, чтобы достичь, либо же себе одеть ордена на шею, назвать себя Махди, только для того, чтобы завоевать внимание, либо же положение людей. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, упомянул в хадисе, что он придет тот, который будет исправлять положение уммы, призывать их опять и возвращать их к истокам посланника Аллаха, салли Аллаху салям, Курану к Сунни. Аллах даст ему барак, Аллах даст ему победу, и он одержит победу над врагами. Но это не говорит о том, что он окажется личностью или человеком, которого будут окружать люди, которые кланятся перед ним, люди, которые поклоняются ему, люди, которые молятся на него. Нет. Он обычный, простой мусульманин. праведник. Просьба, отключите телефоны. И поэтому вера в приход Махди, в его появление является уадибом для каждого мусульмана. И вера в него означает, вера как в того, кто исправит, придет, который будет исправлять то, что испортили люди. Но не как пророк, не как святой человек и тому подобное. Потому что в понимании святости у людей зачастую бывает неправильное понимание. Каждый среди сидящих здесь может так быть святым. Аллах, шубханаху, ата'аля, говорит «Инна аулия Аллахи ла хавфун алейхим ва ла хум яхзанун аль-лазина аману вакану ят-та'кун» Поистине приближенные Аллаху. Приближенные, которые часто люди называют аулия святыми. Аллах говорит, они не испытают страха и не будут опечалены. Это те, которые уверовали и те, которые были богобоязнены. Каждый мусульманин может стать валием аулия, но это не дает ему никакой степени над другими людьми. А многие перебарщивают в этих вопросах. Настолько перебарщивают, что либо же его люди, последователи возвеличивают его до степени аулия или аулия, либо святого, что начинают преклоняться перед ним, делать его недочеловеком, каким-то выше, чем человек. И часто вы это встретите порой даже среди мусульман. Вот те, которые уверовали. Среди нас, среди людей Аллах, субханаху ата'аля, выбрал одного человека. Это Мухаммад, салаллаху асалям, посланник. И дал ему статус пророчества, статус пророка. Статус пророка означает, что он выше, чем мы, тем, что он пророк. И поэтому мы в слова шахады говорим «Ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва Расулюху». Мы говорим «Он его раб». Мы говорим «Мы свидетельствуем, что Мухаммад является рабом Аллаха и его посланником». Он не является Богом. Он раб Аллаха. Он раб Аллаха, такой же, как и мы. Но он отличается от нас тем, что он пророк. И отношение к нему должно быть как пророку. Уважать его и любить должны как пророка. Но никак некоторые чрезмерствуют, поднимают его выше степени пророчества. И так же они поступают со своими шейхами, со своими учителями, учеными. Назвай их аулия и возвеличивай их в высшей степени людей. Некоторые позволяют себе перестать молиться. Говорят, что Аллах меня освободил от этого. Если Аллах не освободил Мухаммада, так кого же Аллах может освободить после него? Никого. И вопрос Махди. Многие чрезмерствуют в этом вопросе. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, исправит наши сердца. Простит нам наши грехи, явные тайны. Простите у Аллаха прощения, тем прощающим и милосердным. Аллах, субханаху ата'аля послал нам посланника Аллаха, салаллаху алейхи ассалям, с ясным, четким руководством. Это Кур'ан, это сунна посланника Аллаха, салаллаху алейхи ассалям. И главный смысл ислама заключается в таухиде. Таухид – это единобожие. Единственность Аллаха в господстве. Аллах один сотворил небеса и земли. Единственность Аллаха в божественности. Аллах один достоин того, чтобы его почитали, его любили, его страшили, ему поклонялись, к нему взывали, на него уповали, на него надеялись. Единственность Аллаха в его прекрасных именах и атрибутах. Это есть таухид. Но когда человек начинает говорить, что я мусульманин, говорит «Ля Иллаха Илла Аллах Мухаммада Расулуллах» и начинает возвеличивать людей, кто бы они ни были, аулия, пророки, либо же махди, возвеличивают их выше их степени, тем, что начинают приходить, делать оборок и спрашивать благословения, обтираться об них. Либо же их предметы брать и обтирать себя. Либо же приходить на те места, якобы где-то они когда-либо лежали. Вопрос Табарука и спрашивание благословения, это касается лично посланника Аллаха, салли Аллаху салям, и лично его вещей. Аллах сделал его исключением. Но Аллах знает, остались ли его вещи сегодня. Но люди, возвеличивая кого-либо, помимо Аллаха, нарушают главный принцип ислама, это таухид. Это единобожие. И мы можем сегодня к огромному, великому сожалению встретить много мошенников, которые на протяжении всего периода ислама появлялись. лже-пророки, которые называли себя пророками. И лже-махди, которые называли себя махди. Они были различных национальностей. И есть некоторые группы, которые ожидают его с подвала, что он выйдет. Но об этом отдельно. Но что интересно, на постсоветском пространстве сегодня можно встретить людей, которые называют себя махди. И что даже более, что интересно, люди, которые не являются мусульманами. А люди даже, которые бывают в славянской внешности. Люди, которые не являются мусульманами. Какой-нибудь Иван Васильевич. Он говорит, я махди. И ты видишь некоторых, якобы мусульман, которые приходят и дают ему бая. Говорит, да, я уверовал, он махди. Где разум, где акль вообще? Всегда на протяжении ислама, когда появлялись лже-пророки или лже-махди, это только те, которые хотели внимания людей, либо же хотели статуса, положения и власти. Ничто иного другого. Власти и богатства. За власть люди борются различными путями. Кто-то приходит, отвоевывает, забирает и тому подобное. А кто-то приходит путем обмана. И особенно путем обмана священных текстов Корана и Сунны. И поэтому каждый, кто говорит, я махди, плюньте ему в лицо. Потому что махди не придет, скажет, я махди, следуйте за мной или поклоняйтесь мне, или мне деньги скидывайте. Нет. Он не будет выпячивать это. Он будет покорным, праведным, скромным рабом Аллаха. И более того, когда мы говорим махди, и когда посланник Аллаху упоминает его в текстах, это праведный человек, праведный человек, в вашем понимании, это не тот, который отпустил длинную бороду, отпустил волосы, намазал их гелью, одел белое одеяние, либо же чалму и ходит с посохом махди. Нет. Это деяния, которого видны в мечети, в жизни, на улице. Это не построена какая-то внешность или же выдвинутая людям. Нет. Или сегодня мы можем встречать, я предостерегаю каждого, всех мусульман, от того, чтобы рассылали и распределяли их каналы, на которых они призывают к этому. сидят люди, которые назвали себя махди, религию, которой они совместили все три религии ислам и христианство и юдаизм, я не буду упоминать их группу. И они для того, чтобы повлиять на мусульман, они придумали вот что-то махди. И он себя называет махди. мусульманин правдивый только засмеется. Но невежественный, который помешан его разум на каких-то святых людях, на каких-то махди и тому подобное, он поверит этому и последует. И ты видишь, человек сидит с Кураном и говорит, я открыл для себя махди Иван Петрович или Иван Васильевич, я вот за ним следую. Неужели невежество дошло до такого уровня, что мы на каждого лжеца и обманщика ведемся? Неужели настолько мы стали невежественными, что мы не знаем свою религию? Что мы допускаем, чтобы нам рассказывали нашу религию и трактовали Куран различные невежды и нечестивцы? Неужели мы достигли сегодня этого пика и этого момента? А это достигается только потому, что круги, кружки Корана, кружки знаний, преподавания и образования пустуют. Все заняты бизнесом, торговлей, спортом, качалкой, но когда объявляется урок Корана, ты видишь пустота один-два человека. Посмотрите, после Джума преподается таджвид, сколько человек сидит на этом таджвиде? А ползала не умеют читать Коран. Посмотрите, проводятся по субботам различные уроки по акиде, по фикху. Приходит меньшинство, а потом мы удивляемся, почему нам рассказывают нашу религию вообще не мусульмане, нечестивцы и лжецы. Да, потому что мы сами докатились до этого, мы успокоились, что в нашем телефоне, в нашем приложении есть сахи бухари, сахи муслим. Мы успокоились этим, и мы думаем, знание у нас в телефоне, знание должно быть вот здесь и вот здесь, вот те, которые уверовали. Ваша вся религия, ваши убеждения должны быть окутаны вокруг Кур'ана и Сунны, а не вокруг личностей. Посланник Аллаха еще не успел умереть, как при нем уже появились лжепророки. Это будет до судного дня, это сунна Аллаха на земле. Поэтому остерегайтесь всяких лжемахдиев, лжемахдиев, лжем пророков. Уберегите свой иман, уберегите свои сердца. Обучайте ваших детей религии, обучайтесь сами ею. Ищите круги знаний, кто преподает, приходите, записывайтесь, посещайте, учитесь, ведь это спасение ваших сердец, вашей религии. Не дай Аллах придут времена, что наши дети элементарного не будут знать из своей религии и будут изучать ее из Википедии. Да упасет нас Аллах .